Друзья, всем огромный привет! Пироги я пеку и жарю на сковороде. Но вот пирог с грибами и жареной картошкой я еще не готовила. Приготовим! Идея есть! У меня картофель, грибы, лук, сливочное масло, растительное масло, сыр, куриное яйцо, соль и перец. Занимаемся, идем обжаривать картофель. Наливаем немного растительного масла, добавляю сливочное и жду нагрева. О, кстати, сковорода у нас уже хорошо разогрелась. Добавляю первую партию картошки, крышку не закрываю и на хорошем нагреве жарим картофель. Грибы я мелко нарезать не буду на 4 части. Я хочу, чтобы пироги не чувствовались. Картошку подсолю по вкусу. Добавлю немного черного молотого перчика. Картошечка обжаривается. Ой, какой красивый цвет уже приобрела, но еще не до конца. Параллельно картошечке я буду обжаривать грибы. Немного наливаю растительного. Первую партию картофеля выкладываю на сито, чтобы все масло стеклось. Нам зачем лишнее масло не надо в пироге, правильно? Кстати, вот эта картошечка имеет такую хрустящую корочку. Чувствуете, вот я перекладываю, наверное, вам не слышно. Хруст. Сковорода нагрелась, кладу лук. Обжарим лучок немного. Что я делаю далее, друзья? В эту сковородку я кладу сливочное масло. Немного налью растительного. В общем, масло нагрелось. Я добавляю картошечку. Картошечка пустояла, уже покраснела. Ну, ничего. Мы ее реанимируем. Лучок обжаривается. Отлично. Добавляю грибочки. Закрываю крышечку и жарим грибы с луком. Под крышкой грибы немножко, так сказать, осядут. Ну, и потом уже будем переворачивать. Ну, а параллельно у меня обжаривается картошечка. Картошечку поперчим. Посолим по вкусу. И переворачиваю. Вот обратите внимание, друзья, картошечка уже приобретает красивую корочку. То, что нам нужно. Пять куриных яиц. Добавлю немного соли. И все хорошо перемешиваю. И вот этими яйцами мы будем взливать картошечку. Кстати, вот сюда можно было добавить зелень. Или петрушку, или укроп, или лук зеленый. В общем, все по вашему желанию. Но у меня на данный момент выделений нет. Но в магазин бежать, честно говоря, не хочется. Я по этому рецепту готовлю первый раз. Посмотрим, что получится. Картошечка обжарилась полностью. Отключаю к лицу. Вся жидкость выкипела. Обратите внимание, друзья. Все отлично. Отключила плиту. Жду, когда остынутые грибочки и картошечка. И будем формировать пирог. Ждем. Друзья, ну что, все продукты подготовлены. Картошечку и грибы пожарила. Яйцо и сыр. В общем, что я делаю? Форму смазала растительным маслом. Первый слой. Картошечка. Поверх картошки я совсем немного. Вот таким образом. Сыр посыпаю. Беру яйцо. И поливаю яйцом. Немного, но поливаю. Поверх картошечки выкладываю грибы с луком. Начинку можно использовать любую. У меня грибы. А вообще можно курицу, допустим, с помидорами. Или фарш с зеленью. Все, что угодно. Все по вашему желанию. Поверх грибов укладываю картошечку. Вторую порцию. Вот таким образом. Немного картошечку приминаю. Не бойтесь, она не развалится. Так как она хорошо обжарилась. И имеет корочку. Далее. Немного совсем присыпаю сыром. И поверхность. И поверхность. И поверхность. И поверх пирога я укладываю грибы. Друзья, в пирог я не просто так положила сыр и яйцо. Подумайте, с какой целью я это сделала. А я вам скажу. Ну, мысли есть на этот счёт. Сыр и яйцо я положила вот в этот пирог с одной целью, чтобы как-то склеить вот эту конструкцию. Почему? Ну, чтобы в процессе приготовления она не развалилась. Всё-таки картошка обжаренная, и поэтому она же рыхлая. Убираем в духовку минут на 30. Пирог выпекается в духовке 30 минут. Друзья, он полностью готов. Вот такая у нас получилась красота. Да, один момент. Как же эту красоту теперь выложить с формы? Сначала я немножко потрясу. Вот, видите, друзья? О, сейчас будем перекладывать. Беру тарелочку. Раз, закрыла. Ну, что, друзья, пирог готов. Вот такой у нас получился пирожок. Перекладываю. Какой красивый разрез просматривается. Пирог хорошо пропёкся со всех сторон. Вот обратите внимание, с этой стороны какой он. Грибочек упал. Положим на место. Друзья, обратите внимание, сверху грибочки, картошечка в разрезе. Здесь слой начинки, грибы с луком. И кто скажет, что это не картошка с грибами. Вот пирог немного остыл, да? Сыр и вот яйцо затвердело. Вот такой пирог. И вот такой вкусный пирог я буду подавать с такой селёдочкой. Скумбрию я засаливала сухим посолом. Два с половиной часа и рыбка готова. Очень вкусная. Всем советую приготовить. Рецепт этой рыбки есть на канале. Готовьте вместе с Еленой. Всем удачи, пока. Но мы будем кушать. Рецепт интересный. Рецепт интересный.